В прошлой серии проекта «Преображение» наша героиня прошла промежуточную диагностику состояния кожи лица, которая показала положительную динамику. Кожа стала увлажненной, разгладились мимические морщинки, пигментные пятна стали менее заметными и в целом повысился тургор кожи. Но для достижения наилучшего результата Ольга продолжает курс рекомендованных процедур. И сегодня она отправляется на электропорацию. С помощью электропорации мы достигаем следующих эффектов. Это приобретение четкого контура овала лица, разглаживание мелких морщинок и в том числе уменьшение глубины более крупных заломов. Мы достигаем осветления и устранения гиперпигментации на вашем лице. Также с помощью электропорации мы достигнем остановки всех ваших воспалительных изменений на лице. Процедура электропорации предполагает введение препаратов в кожу под воздействием низкоинтенсивного импульсного тока. Он помогает открыть ионные каналы эпидермиса на всех его слоях и облегчает проникновение полезных веществ. Какие ваши ощущения, Ольга? Пока я не видела себя в зеркало, но ощущения приятные. Процедура безболезненная? Безболезненная, кожа гладкая. Далее по плану – альгинатная маска. Само название это средство получила благодаря альгиновой кислоте, которая содержится в морских водорослях. Перед маской наносится сыворотка с гиалуроновой кислотой, так как альгинатная маска усиливает впитывание активных веществ. Альгинатная маска, принцип ее действия в том, что она обладает очень множеством разных эффектов. Это такие, как подтяжка лица, очень хороший лифтинг-эффект. Плюс она именно что уменьшает выраженность сосудов, куперов, которые у нас имеются. Очень хорошо увлажняет кожу. Показана при всех типах кожи. Альгинаты также обладают противовоспалительным действием, укрепляют и подтягивают кожу, закрывают поры и увеличивают поступление кислорода. Кожа сразу же прям становится гладкая. Ощущения приятные. Итоги проекта «Преображение» мы подведем уже в следующей серии. Ольга расскажет о результатах программы омоложения и снижения веса, а также о своих впечатлениях об обновлении. Редактор субтитров А.Семкин